Николай Николаевич Калиниченко, архитектор. Доклад на тему «Совесть и знание». Так, слушаю. На самом деле, там произошла ошибка. Совесть и сознание. Я вначале хотел об этом поговорить, а потом я послушал выступление Николая Михайловича Титова. Он говорил о душе, о духе, и я понял, что этого будет недостаточно, того, что я хотел рассказать. И я немножко расширил эту тему и обозвал ее лженаукой. Лженаука. Прекрасно. То есть, я в свое время говорил о том, что приводил слова Сакрата, который говорил, что я знаю только то, что я ничего не знаю, и остальные не знают и этого. И я решил выяснить, и почему остальные не знают? В чем дело? Почему остальные не знают? Оказывается, знать нигде не учат. Вообще на Земле знать не учат. Учат думать, правильно? Ну, если там соображать и так далее, а знать нигде не учат. Хуже того. А почему не учат? Сказал, это же полезно знать. А почему-то не учат. Но, оказывается, знать могут не все народы на Земле. На Земле есть народы, у которых даже нет этого слова. Знания. И это не какие-то там, эти самые затуханные, какие-то отсталые народы. Наоборот, это самые на сегодняшний день, самые развитые, самые передовые. Например, англичане. В англичанской речи нету слова знания. Вот. Но я вспомнил такую вещь. А у нас какая наука в России? У нас же не русская наука. Она вся пришла через окно, которое Петр Первый, великий наш деятель, прорубил в Западную Руку. Оттуда хлынуло вот это все, все то, что там было. А там нету не только слова знания, но и слова истина. В Церрате нету слова истины ни в немецкой речи, ни в французской, ни в английской. Они это слово, более того, даже в венгерской нету. Хотя венгерская там-то как бы пришла, в Венгрии пришла и в Европе. Тем не менее, у них тоже, они нахватались, как говорится, с кем поведешься, то вы наберешься. И они стали мыслить так же, как и все западные европейцы. В итоге у венгров нету слова истина. И все они его заменяют словом правда. Ну, вы понимаете, что правда и истина – это две большие разницы, как говорят в Одессе. И вот благодаря этому великому деятелю Петру Первому у нас сейчас наука на самом деле западноевропейская, а не русская. Нету русской. Ну, смотрите, физика, химия, биология, зоология и так далее. Любовь, какую науку ни возьми, это все иностранные иностранные слова. Не наши, не русские. Это все или греческие, или латинские. Они все пришли оттуда. А это получается, что наша наука, так называемая российская академическая наука, она знаниями вообще не занимается. Почему? Потому что она не наша, она иностранная, а у иностранного этого слова нет. То есть они тоже, у них тоже нету незнания, и не есть им ничего. И вот, но сейчас человечество дошло до того, что знания понадобились наконец-то, потому что никто не знает, что делать. Уперлись сейчас в тупик, это называют это кризисом, и науке чего угодно, и не знают, что делать. Сейчас все в растерянности. И хотелось бы, как вы сейчас знаете, но не знают, как. И с чего начали? Начали бороться со лженаукой. Придумали комиссию. Это о чем мы решили? Действительно в науке проблемы начались. Но как их решать, не знаю. А решать их, как ни странно, нужно переходить на русский язык. Почему? Потому что в русском языке как раз вот те все слова, которые я вам называл, они есть. Но дело не только в языке. Вот смотрите, я перейду к этому тексту. Чайно писать. Видите, то, что в науке не все, слава Богу, не мое открытое, и поэтому не я создавал создание комиссии, потому что это уже наукой. Так. Казалось бы, раз эта наука борется с лженаукой, значит, она истинная наука. Но ее так никто не называет. Эту же ту науку, которую мы знаем, которая у нас есть, она не называется истинной. Почему? Потому что эта наука сама по себе, она тоже не изучает истину. У нас в науке ведь нету ни понятия истины, правильно? Ни на такой науке, которая изучает истину. Поэтому что такое истина, никто не знает. Хотя самое смешное, что в словаре Дарья написано, истина – это то, что есть. Но проблема в том, что никто не знает, что есть. А оказывается, есть то, что можно съесть. Не случайно в русском языке эти слова одни и те же. Есть имеет два значения – и быть, и кушать. И самое интересное то, что точно так же и в латыни. Это говорит о близком родстве латыни и русской речи. Там один и тот же глагол, значит, употребляется одно значение. Имеет одно значение. Но таким образом можно проверить, что есть истина. То, что можно съесть – это истина. Это действительно есть. Но еще другое отличие истины является то, что она сама ест. Истина. Потому что это сама. Ну вот, человек, да? Я есть. По-английски I am звучит. То есть я ем. Понимаете, я есть, потому что я ем. Если бы я не ел, я бы погиб. Вот таким образом. Вот таким образом определяется, что есть истина. А то, что мы выдумываем, это, как правило, ложь. Почему? Потому что мы это не просто ведум, мы еще и предлагаем его кому-то. А предложение, слово «предложение» в ходе является Бог, от которого ложишь. Поэтому и любое предложение, и предположение, и так далее, они все ложны. Их надо доказывать. Ну вот еще интересное. Я просмотрел слова, которые там есть. И там та же наука. У нас наука, видите, от слова «наук». То есть от слова «вока». На Украине до сих пор так говорят «вока». То есть глаз. И целая наука это наблюдение, объяснение и повторение наблюдания. О том, что обезьяны сидели. Мы как обезьяны наблюдаем и повторяем то, что видим. И благодаря этому у нас развивается техника. А вот в английской речи наука, она звучит как «сайенс», а переводится, то есть имеет значение «осмысление». То есть на самом деле у них ученые-неученые чему-нибудь и как-нибудь, а это мыслители, в том числе выдумщики. И у них главный плод их науки – не знание. Почему нет у них знания? Потому что они этими не занимаются. Главный плод их – это «ноу-хау». То есть в переводе на русский язык «умею как». То есть фактически наука – это как-то технология. И действительно, современные науки, которые у нас, физика, особенно физика в первую очередь, химия и так далее, они разрабатывают не какие-то новые знания, а технологии. Давайте дальше. Ну вот, теперь о чём мы речь, я говорю. С какой наукой на самом деле должна бороться наша наука? Она должна бороться с иностранной наукой. Дело в том, что истинная наука занимается… Это наука о познании, то есть наука о том, как получать знания. Одним словом, это просто познание. Такой науки негде, прежде всего потому, что знания нет. А вот в западных европейских, в западных европейских оттуда пришла нам эта наука. А вот то, о чём говорил Титов, видите, «дведи речальность». Он придумал трудную проблему сознания. Трудность, эта проблема состоит в том, что в сознании нету агличан, поскольку у них нет знания, от которого сознание. Но сознания нет не только у агличан и прочих западных европейских народов, его нет и у украинцев. А украинцы для нас хороши тем, что они показывают, что у них, да и не только у них, выросло место сознания. Святого места ведь не бывает. Так вот, у украинцев вместо сознания в ходу «сведомость». То есть «сведомленность», короче, совесть. «Совесть» — это точно сознание, но вместо сознания — совесть и вести. То есть «сведения» или на латыни «информация». И мы сейчас живём в век информации и айтишной технологии, то есть пользуемся не «знанием», а «сведением». «Знание» — это название того, что есть. Вот это название, это знание. А «сведение» — это имя того, что есть. Вот, например, я достаю вот какой-то предмет, и кто знает, что это такое, кто-то говорит, что это ручка. А который первый раз видит, он говорит, что это палочка. Ну, это то. Так вот, палочка — это условная вещь, да. Это «сведение». А ручка — это знание. Вот разница. Мы об одном и том же говорим разные вещи. Так вот, истинные знания — это название. Ну, оно всезвучно. Но откуда они взялись, эти названия? Значит, я разобрался и с этим вопросом. Оказывается, название происходит от «зовы», от «званий». А «звания» — это «зовы». А «зовы» сокращенно и уменьшительно, ласкательно, как обычно русские привыкли говорить, это «звуки». То есть «звук» — это «зовы». Обычно «звук» неправильно понимают. На деле. Но позвать можно ведь только то, что есть. То есть истинно. И прежде всего, кого люди зовут в любой ситуации, особенно в любой критической ситуации. В первую очередь, маму. Ой, мамочка, да? Ой, спасите. Так вот. И азбука — это на самом деле азбука. Кого? Мамы. Потому что она женская уровня. И вот, то есть, по сути дела, азбука и есть, а звука истины. Но если мы посмотрим на другие азбуки, да, других народов, то они так не называются. Они называются алфавитами, там, еще как-то по-другому. Но совсем не то. То есть, это говорит о том, что на самом деле русская азбука, она первобытна. И она создана самим русским народом, а не заимствована, как нам новейшие люди. Эти лапшу-мавши, всякие там деятели. Церковный и другие философские, с Кириллом и Мефодием. Таким образом, для того, чтобы перейти на осознанное, зачем нужны знания? Знания нужны для того, чтобы было сознание, а сознание нужно для того, чтобы действовать осознанно. То есть, принимать какие-то действия осознанно. Сознание не делает. Но для того, чтобы поступать таким образом, оказывается, нужно перейти на русский язык. И причем на русский язык должны перейти не только русские, кстати, русский тоже сейчас не очень по-русски говоря, но и все народы мира. И это будет не только полезно для всех народов мира, но, оказывается, это будет и то средство, которое объединит все человечество. Потому что люди, наконец-то, начнут понимать друг друга. Потому что вот я приводил этого Чалмерса, он говорит, что трудная проблема – сознание. Ну, это мы понимаем эту проблему как сознание. А он-то не так понимает, потому что у них нет этого слова. Для него сознание – это совсем другое. Это осмысление. У него трудность в осмыслении. А у нас этого нет. У него это у иностранцев, да? У Чалмерса. У Чалмерса этого, да. И вообще у всех англичан. Потому что у них, то, что мы называем сознанием, у них это осмысление. Слово осмысление, буквально. И они не понимают, как они мыслят. У нас, правда, и наши русские тоже не понимают. Но на самом деле, почему не понимают? Потому что плохо знают славянские речи. Например, мы не знаем, как мы думаем. Мы же, можно сказать, мыслим, а можно сказать, думаем. Но чем хорошо слово «дума»? Дело в том, что это болгарское слово. Болгарское. Болгарское. И у болгаров оно означает слово. То есть мы, на самом деле, думаем словами. Не мыслями, а словами. Образами, а образами. Образами, а образами. Это мысль. Это мысль. Мыслями, а образами, а мы думаем. Ой, начинается. Нет. Дело в том, что есть, я по-другому скажу. Программите, программите. Я по-другому скажу. Нет, это нормально. Хорошо, что вы это задаете. Вы перевод этого слова сказали. Я просто перевод. А теперь я вам скажу, как мы думаем. Мы думаем не только понятиями, которые мы понимаем. Запоминаем и понимаем. Например, истина. А ну дайте мне образ истины. Я сейчас на вас посмотрю. Или счастье, или воле. Нет. Это свет и любовь. Это Господь. Не выдумывайте. Не выдумывайте. В чем тут истина и свет, это разные вещи. Они даже рядом не лежали. Почему? Потому что. Потому что это разные. Разные названия. Разные названия. Скажите, как вы думаете. Что я думаю? Что такое истина? Я сказал, истина это то, что есть. Которое есть само. И которое тоже можно есть. Понимаете? Это истина. То, что есть, а не то, что вы думаете. То, что вы думаете – это ваше заблудие. Истина, что ест? А? Вы ведь единственная, что она ест. А что она ест? Как что? Ну, это не важно, что она. Главное, что она ест. И за счет этого. А что она ест? Мы едим мясо, например. А истина, что ест? То же самое. Тоже мясо ест? Ну да. Ну это же мама на самом деле. Как в юфон lower? Истина не случайно женского рода. Это мама, для нас истина, это в первую очередь. Это мама. И она действительно есть. Более того, и мы ее едим. А земля тоже мама. И земля, правильно. Поэтому в древности и землю, и женщину, я вам больше скажу. И землю, и родину, и маму мы называли одинаково. Рода. Железно-руда. Медная, и так далее. Я не противоречиваю этому. Я просто напоминаю. Потому что нам вот эти зарубежные науки, которые пришли к нам. Благодаря этому долговязому усатому придурку с топором. Вот, под названием «Серд первой». К сожалению, нашу настоящую русскую науку подавили они. Вот это всякими терминами. Так вот, я теперь вам скажу, что такое понятие. Понятие – это то, что мы понимаем. А кроме этого философии. А в философии есть еще представление. Это то, что мы можем представить. Так вот, в русской речи есть два имена существительных. Разные бывают. Есть имена, которые можно только помнить. И этими именами можно манить. Эй, Николай, да? Эй, там, Вася, там, и так далее. Это имя, да? Ну вот. И если не знаешь, что он назначит, то только вот таким образом манить. Но. А есть клички. Например, кривонос. Да? Уже понятно, что с кривым носом. Вот все, вот вам образ. Понимаете? Это уже образное имя получается. То есть, на самом деле, в речи есть имя существительных, которые только понятия. Их можно только понять. Вот истина, боль, счастье, кстати, да. Радость и так далее. Это только понимаешь, что это такое. А представить себе невозможно. Птица, счастье, завтрашнего дня, да? Ну, это птица, а не счастье. Вот. Можно придумать. И чем занимаются поэты, они вот придумывают всякие образы, да? И доказывают, что мы все образные мысли. Извините, ребята. Это не всегда. Потому что есть вещи, которые, точнее, есть названия, которые не имеют образа. И их представить невозможно. Запудрены мозги очень сильно, поэтому надо переходить на русскую речь и на русский язык. Тем более, что, как я выяснил, благодаря своим занятиям, русский язык является основой всех речей и наречий мира. Представляете? Основой. То есть они, почему они переводятся друг на друга? Потому что у них общее происхождение. Это раз. Но главное, что если знать закономерность, по которой развивался язык человеческий, то можно установить значение любого слова, любого иностранного слова, например, есть такой город Душанбе. Это столица Таджикистана. Я с одним таджиком разговариваю. Я говорю, что значит Душанбе? А он говорит, я не знаю, я говорю, ну как ты что не знаешь, это же вторник. Вторник. Столица называется вторник. Почему? Не, он говорит, понедельник. Я говорю, да не понедельник, вторник. А, он говорит, да. Дело в том, что, что такое город? Город наоборот, если произносить глухо, город, как Т, и произнести наоборот, то это торг. Вот что такое город. Этого не знает никто из этих наших лингвистов и так далее. Так вот, город это место торговли. Причем самое интересное, что в Венгрии есть два таких города. Один называется Ваш Аргей, это просто место торговли. А другой называется Сомбат Ваш Аргей. Это значит, ваш место торговли в субботу. Или субботний место торговли. Представляете? Вот я, будучи в Венгрии, узнал это, и поэтому я понял, что такое город и по-русски. Вот. И, короче, так вот, оказывается, Душанбе, это город, в котором базар был в понедельник. Понятно? А почему? Это с каких языков? Тюркский, например, тюркский. Это русский. Я вам про русский сейчас я вам покажу. Я сказал, что на земле есть только русский. Человеческий язык это русский. Просто он искажается у разных народов. Ну, произношение, диалект, туда-сюда. Так вот, Душанбе, и он говорит, это самое, понедельник, я говорю, понедельник, вторник. Да. Все, все, все. Потому что Ду, это два. Ду. Ну, Ди. Тюркский язык тоже, там есть, Шамбе, Шамбе, Панджи Шамбе. Ди, Ди. Ну, ладно, Ди, Ду и так далее, Дева, отчего. А то вот эти языки-то говорят, тюркский язык и все. Ну, естественно. Ду. Не неделя, значит. Так, ну, поговорить еще. А Дев, что такое? А? Убираем, убираем. Дев, и то же самое. Кто-кто? Да, слушайте. Я же могу говорить. Но дело в том, что почему вторник? На самом деле понедельник. Это понедельник у них там был базар. Но они говорят не понедельник, они говорят вторник. Почему? Потому что, согласно календарю мусульман, первый день недели – воскресенье. А сегодня второй день недели, то есть вторник – это понедельник. Поэтому у них вторник вызывается. Удач, трубик – это вторник, потому что победили первый, а у них – вот так. В воскресенье – к шамбе, понедельник – к шамбе, но второй – что это тоже. Шамбе. Так что вот так. А шамбе что такое? Шамбе – не знаю. Шамбе – не знаю.